здравствуйте дорогие друзья с вами программа главное в студии вестника кавказа геи саралидзе марина лагутина обсуждаем новости южного кавказа за неделю и сегодня у нас в гостях директор центра исследования южного кавказа фархад мамедов фархад снова здравствуйте здравствуйте приветствую вас спасибо за приглашение ну на этой неделе у нас такое глобальное мировое событие проходит генеральная ассамблея оон не все представители нашего региона из соседних стран успели на момент записи нашей программы выступить но министр иностранных дел азербайджана джихун байрамов выступил президент ирана масу пизышкиан выступил эрдоган выступил и мы сейчас ждем выступления премьер-министра грузии ираклия кабахидзе который состоится в среду также министр иностранных дел россии сергей лаврова и пока армения тоже отмечалась только заявлениями на двусторонних встречах на полях генассамблеи тоже пока выступление не было но в целом если говорить о том лидеры и представители стран нашего региона и других регионов о чем они говорили в основном говорили о безопасности и о возможности сохранения стабильности и мира и как этого достичь конечно каждый представитель каждой страны говорил о национальных интересах но прослеживалась такое настроение что хочется наконец-то перейти от вражды к миру кроме того о безопасности много говорил президент азербайджан эльхам алиев на этой неделе когда выступал перед новым составом парламента азербайджанской республики там были высказаны опасения по поводу роста реваншистских настроений в армении и затягивания процесса урегулирования всех пунктов мирного договора и вот хотелось бы поговорить о том какие сейчас стоят вызовы безопасности для стран южного кавказа и какие сейчас наиболее актуальные темы фархад пожалуйста генеральная ассамблея организация объединенных наций это такая площадка где в течение недели выступают лидеры всех 193 стран или же представители этих стран как вы правильно отметили демонстрируют и транслируют свое видение развитие своей собственной страны ну и соответственно международной системы однако прослушав наверное с десяток пока чудо выступлений различных лидеров государств во они все говорили о кризисе кризисе международной системы безопасности который в принципе должна быть урегулирована в рамках правил но международного права и главным институтом является именно о многие говорили о реформах и мы видим что уже со стороны различных крупных стран высказываются различные отличные друг от друга идеи относительно реформирования кто-то видит это реформирование институтов кто-то видит реформирование общей системы вплоть до создания новой какой-то структуры совершенно новыми правильными кто-то говорит о регионализации что каждый континент должен вырабатывать свои собственные правила и мы здесь видим полный разновой даже по вопросу увеличение количества постоянных членов советской безопасности он просматривается несколько линий такого лоббинга определенных государств близких к различным центром си и мы можем прийти к выводу что он не обеспечивает систему безопасности и не отвечает на современный в принципе все это началось сегодня не вчера эта дискуссия проходит порядка насколько я помню уже полтора десятка лет когда появились первые вызовы исходящие от формирования однополярного мира то есть если раньше двуполярный мир эти два полюса воевали друг с другом но на территории третьих стран они вовлекали уже территорию собственных государств сейчас мы видим уже совершенную практику однополярный мир вывел к тому что к примеру соединенные штаты америки они инициировали интервенции с 1991 по сегодняшний день больше чем с 1945 по 1991 год когда был бы полярный мы видим что огромная мощь и ческой военной у одной страны создает ей возможности в принципе эти наверно грешила бы любая страна обладающей такой мощи но если уж с 91 года этой мощи обладают соединенные штаты америки то соответственно они не использовали во благо да вот ту мощь экономическую военной которой они обладали и стали вообще-то вот единым центром принятия решений во всем мире на это реагирует и государство частности азербайджанская республика и президент азербайджана в принципе об этом откровенно сказал во время выступления в парламенте о том что если не действует международное право то каждая страна должна заботиться в первую очередь о собственной безопасности и этим объясняется увеличение средств которые выделяются на обороноспособность государства на обеспечение безопасности второй элемент это формирование региональной системы безопасности с соседями и заинтересованными странами то есть мы видим что проблема которые были созданы для международной системы однополярным миром они привели к тому что каждое государство думает исключительно об обеспечении собственной безопасности всеми теми средствами и методами которые в них имеются соответственно и нужно понимать и выступление президента азербайджана в парламенте когда он говорил о том что азербайджан нарастил финансовые средства которые вкладываются в обороноспособность в военно-промышленный комплекс потому что угрозы безопасности они не только не сходу они только увеличивать здесь и тема ближнего востока есть есть и тема значит украинского кризиса а также тема того что к нашему региону испытывают такой интерес и нерегиональные силы которые на сегодня занимаются массированной такой милитаризации в частности республики Армении что вызывает определенную обеспокоенность у азербайджанской республики то есть заключение вот этого моего вступительного слова хотел сказать что система международная система безопасности она рухнула то есть мы должны как факт это признать на обломках пока еще ничего нового не создается конфликты они не даже локализируются они наоборот увеличивают масштабы пространства соответственно тренд на повышение финансов трат на обороноспособность на безопасность увеличивается во всем мире и азербайджан в принципе реагирует этим на эти тренды и формирует ту безопасностную среду которую у него есть в деле спасибо гиевы согласны что рухнула система безопасности которую он обеспечил нельзя не согласиться с очевидным поэтому конечно я согласен я вот что еще в развитие того что наш собеседник уважаемый говорил это но надо понимать что та система международной безопасности и международных отношений во главе которого собственно да винцом чего была он это результат окончания второй мировой войны и той системы которая сложилась понятно что уже эта система которая сложилась она со времен там когда мир стал однополярным она фактически была дезавуирована и многие решения которые принимали соединенные штаты америки как да там единственная то там мощная сила такая они принимались очень часто вопреки и в разрез тем законам международным права и международных отношений которые были и то что сейчас вот эти попытки реформировать он они не на мой взгляд не приведут ни к чему потому что для того чтобы что-то появилось новое либо как-то серьезно реформировать на структуру он нужно чтобы было зафиксировано результат вот тех того противостояния которые в мире есть сейчас должен быть результат кто-то должен оказаться сильнее либо они должны принять тот факт что теперь это не однополярный мир а многополярный двуполярный неважно это должно быть зафиксировано в результате либо каких-то переговоров либо какого-то столкновения кстати вот еще одно мое наблюдение за тем что сейчас происходит на полях этих выступлений того что говорят на первое место если говорить о беспокоенности которые выражаются это ближний восток вот тема украины она явно ушла если не на 3 минут она на второй план то точно вообще это вот на мой взгляд это конечно то что все констатируют что система международных отношений да и и право не работает второе это то что кризис на ближнем востоке волнует очень многих вот и все видят что решение пока кроме военного пока никакого не просматривается вот и дальше уже но идут такие региональные озабоченности да у кого-то украина многие европейские страны на южном кавказе свои еще одна очень любопытная на мой взгляд вещь вот сегодня будет выступать премьер-министр грузии и те утечки которые есть по этим по этому выступлению скорее всего он собирается зафиксировать вот то положение которое сейчас есть в стране да и в регионе прежде всего до высказаться по поводу обеспокоенности вмешательства как раз третьих стран в политические процессы грузии что мы видим и очень важная вещь о том что скорее всего там ну по судя по всем утечкам прозвучит некие заявление по поводу южной осетии абхазии были уже было выступление иванишвили очень резонансная где он сказал что после победы грузинской мечты на выборах значит грузия как там государство как страна как общество принесет извинения за события 2008 года осетинским братьям так это вот прозвучал и это конечно ну в общем такой эффект разорвавшийся бомбы произвело вот очень серьезное заявление и судя по всему в речи грузинского премьера вот это тоже прозвучит и то есть это такое попытка использовать вот эту высокую международную трибуну для того чтобы зафиксировать свое официальное какое-то мнение свое взгляд на происходившие в стране там регионе мнение вот для того чтобы это услышали многие зафиксировать это мне кажется это тоже очень любопытная вещь вот но то что папа по поводу вот реформировать того что я сказал что это невозможно но это видно да по заявлением того что вы американская страна и байден который свою последнюю речь в качестве президента произнес это что сейчас уже лавров успел в своих интервью до высказаться по поводу там предложение реформировать там это он сказал вы вернитесь к тому что вы подписывали начните это исполнять а а вы реформировать мы будем потом он сказал категорически россия будет выступать против кооптирования в постоянные члены совета безопасности японию и германию вот то есть стран которые по факту до 45 года были признаны агрессорами там и так далее вот поэтому я думаю что сейчас эту площадку будут использовать для просто фиксации своих каких-то установок из своих своего взгляда никаких никакого прорыва я не вижу вообще мне кажется что основной мотив сейчас это пессимизм на мой взгляд вот во всех выступлениях то есть констатация того что все плохо но с другой стороны мне кажется что в том числе и вот такое признание того что это была ошибка и если действительно будут какие-то такие позитивные аргументы в сторону осетинского народной направлены то все равно это движение то есть а мы не хотим больше быть врагами мы хотим дальше как-то взаимодействовать налаживать взаимодействие то же самое было и в речи джихуна байрамова о том что давайте уже наконец налаживать и а президента ирана о том что мы готовы решать ядерную проблему то есть в целом хотя мир в кризисе но как бы лидеры стран понимают что дальше уже воевать и враждовать и убивать новых и новых людей в жизни ну как бы это чудовищно и нужно остановиться идти дальше но при этом мы видим что тут же после этой речи ванишвили было объявлено что скорее всего против него сша ведут санкции администрация президента сша отказалась от всех встреч с грузинской делегацией в том числе с премьер-министром ираклием кабахидзе не пригласили его на ужин на котором будут все то есть уже заранее они показывают что нам это не нужно то есть вот то как вы защищаете свои национальные интересы какую позицию вы высказываете нам все это не интересно поэтому какие-то такие двойные стандарты опять у нас проявляются фархад как вам кажется как представитель страны который на себе очень ярко испытывает именно двойные стандарты от международного сообщества ну ближайшей перспективе два события которые будут влиять на регион южного кавказа это непосредственно событие которое произойдет в нашем регионе это парламентские выборы грузии и если уж события которые не в нашем регионе это президентские выборы соединенных шагов потому что от этого от этих обоих событий будет многое зависеть в будущее конфигурации нашей недели что касается непосредственно темы грузии и осложнение отношений между западом и правительством и иванишвили здесь есть очень много таких подводных камней которые можно сказать что не вяжутся правительство грузии не отказывается декларативно не отказывается от своего европейского пути это подчеркивает все представители правящей партии о том что до 2030 года есть стремление стать полноправным членом европейского союза с другой стороны любое грузийское правительство у него был такой план относительно они исключали применение для воссоединения страны то есть и в отношении абхазии и в отношении с хирвайской валюты идет в разрез заявление иванишвили относительно этой методологии выбранного пути того компромисса который есть в обществе в принципе он не идет если он обеспечивает заявлены по которым и оппозиции и власти они говорят одно и подразумевает одно и то же но разными методами собираются реализовать я думаю что вот основной посыл грузинской мечты на этих выборах заключается в том что они не собираются становиться стороной значит конфликта украины второй элемент это что у них есть возможность добиться возвращение территории и и они это демонстрируют таким образом насколько это будет отвечать например чаянин вот такая форма поэтому видимо сегодня есть много критиков есть много сторон с которыми мы общаемся с собой до группы потому что мы соседи обсуждаем все это нет жизненно важно для азербайджанской республики потому что грузия является ну самым важным странным для азербайджана так как по территории этой страны проходят жизненно важные значит турбоголода железная дорога которые обеспечивают энергетическую вообще независимость азербайджанской сроки поэтому мы все внимательно следим азербайджан например хотя являются близкой страны вот с таким огромным багажом интересом в этой стране но азербайджан никогда не вмешиваться в внутреннюю политику это может быть нас выгодно отличать от многих людей с другой стороны для нас очень важно что независимость страна которую принимает решение в соответствии с ее естественными национальными интересами иногда национальные интересы вот таких малых стран они подменяются со стороны их покровителей и так далее в результате это подмена теряет именно эти малые страны поэтому я желаю и думаю что результаты воров покажут какой путь выбирает грузинский народ и с этим нужно будет считаться кстати в баку и на западе и в москве и везде во всех столице которые стремятся налаживаться отношения с грузией на сегодня можно сказать что правительство грузии очень сильно рискует учитывая то что это правительство на протяжении долгого периода времени находится и во главе вот этой всей пирамиды власти грузии находится человек который достиг большого успеха в бизнесе в политике и так далее и успех достигать без расчета невозможно наверняка он рассчитал и эти издержки которые на сегодня есть у него в отношениях западных значит те цели и те бенефит которые он может получить в дальнейшем они наверняка превышают те издержки которых с которыми сталкивается сейчас по-другому я это объяснить политику его на сегодня не могу переходим к следующей теме хотелось бы поговорить о такой теме про которую тоже часто представители азербайджана говорят что мировое сообщество неохотно обращать на нее внимание эта проблема восстановления карабахского региона в частности и его заминированность очень большое количество мин которые собственно говоря это главная проблема которая мешает развернуться азербайджану на полную мощность и такими очень интенсивными темпами восстанавливать хотя и сейчас темпы очень высокие на этой неделе премьер азербайджана али асадов рассказал о том что в следующем году на восстановление карабаха и восточного зангизура будет потрачено 4 миллиарда монатов это примерно 2 2 с половиной миллиарда долларов вот и в том числе эти деньги пойдут и на такую проблему как разминирование вот этих территорий у нас уникальная просто возможность ги на прошлой неделе прилетел из карабаха где пообщался с людьми которые непосредственно занимаются этой работой с саперами и как я понимаю сам побывал на минных полях и вот хотелось бы у вас где спросить вот интересно из первых уст услышать что это за работа как вообще обстоят там дела и что делается до побывал уникальная у меня возможность такая благодаря азербайджанской стороне которая организовала вот эту поездку эти съемки я надеюсь что совсем скоро вот мы уже смонтируем выпустим фильм этот который будет посвящен как восстановлению до того что мы увидели из у нас есть возможность уникальная сравнить то что мы видели там два с половиной года назад год назад и сейчас и побывали мы до в подразделении но это просто вот когда я был на шишинском форуме я узнал что есть такое подразделение саперов которые на на сто процентов состоит из девушек вот и для меня конечно это было удивительно сам факт такую наличие такого подразделения и поэтому я очень просил чтобы мне дали возможность пообщаться поснимать и она действительно получилась уникальной потому что мы весь весь день провели с саперами в том числе и с девушками на минном поле это в агдамском районе одном из самых кстати заминированных которых пострадал именно от это там была еще линия соприкосновения вот мы были как раз там где стояли армянские войска и опорные пункты там и так далее понятно что там количество мин то есть вот то что мы успели увидеть своими глазами на там противотанковые мины это целая действительно такая гряда еще не убранных то есть мы их видели вот прямо там 3-4 метрах от себя целая такая там то есть глаза можно было увидеть там 8 или 9 мина уже расчищенных но но еще там не ликвидированных я так понимаю что это вдоль всей этой протяженности и там достаточно много действительно и не разорвавшихся ста нарядов и так далее вот и мы весь день провели а потом еще у нас была возможность у нас там героиня будет такая которая основная мы приехали к ней домой пообщались увидели как они живут у нее такая судьба очень она сама беженка и загну из агдамского района из села рядом с агдамом 13 лет она прожила в лагере вот для переселенцев для перемещенных лиц которые вынуждены вот потом от правительства азербайджана получили они их семья дом вот и прямо вот из этого дома она каждое утро там особенно летом них 4 утра встают выезжают у них развод там потом они практически весь день находятся там вот поэтому это очень интересно ну что касается того как это тормозит конечно тормозит хотя я все равно вы знаете вот я периодически езжу и смотрю что происходит карабах в карабахе в разных регионах в разных районах мне сейчас в разных и в шуше побывали и в агдами и физули но это просто фантастика ну вот правда это прежде всего конечно это то что очень важно то что уже сделано это дороги дороги причем но это просто мирового качества дороги с развязками с туннелями с мостами причем там в три ряда вы знаете там такой момент был у меня первый репортаж из агдама когда я только приехал он начинался с дороги которая вот связывает да там региона азербайджана которые не были оккупированы вот собственно агдамским районом и агдамом и там проходила такая дорога двухполосная я прям вот с нее я начинал свой репортаж и мы приехали я очень просил принимающую сторону что мне надо начать репортаж вот с этого места и мы я его не мог найти потому что я не мог поверить что вот это трехполосная да там в одну в другую сторону значит дорога что это именно та дорога который там два с половиной года я был поэтому конечно это невероятные темпы везде вот эти новые подстанции электрической понятно для того чтобы восстанавливать нужны дороги нужна энергия на электроэнергия идет газификация ну то есть вот все это мы своими то как быстро восстанавливается шуша сколько там уже построено это фантастик целыми кварталами причем очень бережно это делается конечно фантастически но я понимаю сколько потребуется этих сил мы пообщались с рядовыми людьми которые работают с девчонками и там несколько международных организаций работает ну вот это все в фильме будет заявление о том что вот быстро можно будет да там решить эту проблему их таких просто нет самые такие ну более менее реальные сроки о которых вот говорят в она новом это организация которая занимается государственная зарублянская государственная газ который занимается разминированием это где-то это лет 30 потребуется на то чтобы ну решить эту проблему окончательно ну или близко к окончательности и вы знаете из того что я увидел в общем наверное это действительно реалистичные какие-то сроки потому что все это происходит во многих районах ну то есть этот регион где мы были где мы снимали это один из а их таких регионов огромное количество поэтому очень большая конечно работа предстоит и то что это тормозит безусловно конечно это тормозит восстановительные все вот эти мероприятия страшно было обменному нет страшно не было но мы сбыли с профессионалами да там ну какое-то нервное напряжение безусловно присутствует потому что ты знаешь и там очень строго да там нужно было мы были в экипировке на самом деле я не представляю как девушки это носят то что я вот день побыв в ней особенно каска еще бронежилет ладно и привычная история а вот каска с этим плестигласовым таким специальным защищающим лицо таким этим забралом это очень тяжело шея там после 6 7 часов ношения беспрерывно этой каски в общем уже начинает как эти хрупкие девушки это делают для меня просто загадка причем изо дня в день это происходит там с утра начинают это это но профессионально слава богу я узнал в этом подразделении до год уже девчонки служат ни одного случая значит чп не произошло единственный да там был случай но это водитель который как раз пренебрег вот этими правилами они когда знаете сначала ты боишься там заступить даже за эти красные эти значит такие палки да там не флажки там на палочки окрашены красный цвет это значит вот если коридор ты можешь идти по коридору но ни влево ни вправо ты не можешь уходить палочки с желтым цветом означает что в этом месте была найдена мина вот и ты можешь там просто даже визуально видеть какое количество этих мин там было уже найдено и первые два часа ты в общем как-то ходишь так аккуратно боишься заступить а потом наступает вот это расслабуха такая расслабленность и вот она к сожалению стоило серьезные травмы водителю одному из водителей но сами саперы не пострадали ну там вообще очень много интересного там крысы которые ищут значит мины собаки там все это любопытно конечно вот у азербайджанских женщин какой дух и внутренний стержень сильный фархад вот сто пятьдесят шесть тысяч мин за четыре года было обезврежено и еще вероятно десятки тысяч если не сотни остаются в земле что может сделать экспертное сообщество или просто как-то люди для того чтобы эта тема решалась быстрее или ничего нельзя сделать и просто вот люди которые этим занимаются будут продолжать этим заниматься а мы просто будем со стороны наблюдать есть объективная реальность объективная реальность состоит из того что по подсчетам по прогнозам это где-то полтора миллиона притом они засеяны в различные периоды уровни это с 1994 года когда началась формироваться вот эта линия соприкосновения которая в течение этих 25 лет оккупации несколько раз обновлялась то есть эта линия огоняна состоящая из нескольких полос до минных полей и так далее второй элемент это уже с 1000 значит 2020 по 2023 год когда остатки вооруженных сил армении в карабахе они минировали уже ту линию так называемые соприкосновения которые хотели сформировать заново это вот это военная инфраструктура это уже на территории в глубине и 3 ли это когда минировали когда уходи и в основном и таки альбаджаре влачинске то есть когда после войны они должны были возгласить территории потом если помните запросили время еще больше там недели 10 дней так далее за это время тоже цели минирования были разные это мы тоже должны понять поэтому есть все это там есть и противотанковые противопехотными это объективность вторая часть объективной информации то что сколько это стоит человече человеческой жизни конечно их посчитать нельзя и невозможно но сколько стоит что обучить этих людей вот такое количество людей заниматься вот этим изменениям техника машины по значит по противотанковым 3 миллиона рублей по противопехотным 1 миллион одна собака стоит 30 тысяч евро от 30 до 50 тысяч евро и нужно понимать что из-за того же конфликта много сейчас вот этой техники специальной техники и не очень мало деньги у вас могут быть на руках могут приобрести и привести бывает очень сложно это уже вторая эффективная реальность насколько я понимаю и как мы ездили по регионам освобожденным есть приоритетная зона приоритетная зона это место жительства людей где дороги сперва то место жительства людей а стратегическая инфраструктура в первую очередь занимаются поэтому например вот эта линия соприкосновения бывших она остается без внимания и большинство людей это пастухи это избежали лежащих поселений люди которые 20 лет они могли проходить туда сейчас скотина пошла он за по ней и взрываются большое количество людей погибает именно там другая категория людей которые становятся жертвами это люди которые занимаются ремонтом всего этого дела созданием инфраструктуры период 30 лет да это реально это не значит что это будет повсеместно то есть от люди после того как будут там жить будет расширяться ареал пространство разминированного пространства который будет там мы не конечно мы не исключаем новых жертв например хорватия и босния гельцеговинин до сих пор есть огромные участки территории где просто написано что заминировано туда проходить это работа идет очень медленно потому что должна быть практически большая часть территории и чтобы не было бы там нет возможности на ошибку в результате которого страдает человек сапер или человек который идет туда жить плюс мы должны понимать что мы занимаемся возвращением людей иногда нам говорят что а в течение четырех лет возвратился на все восемь тысяч человек тогда это нужно сделать так чтобы возвратившиеся люди не стали выжать но что это может что сделать это может создать страх людей вообще ехать туда но как я вижу например тысячи людей посещают эти регионы уже формирует какая-то туристическая даже инфраструктура люди хотят там провести ночь объехать больше территории не по одному маршруте ехать и так далее вы настолько больше жизнь туда будет возвращаться настолько быстрее и насколько больше мы будем смотреть кадры да в основном людей привлекать к этой деятельности кроме она действует еще частные структуры которые занимаются эти но это опять же очень много денег и очень много времени азербайджан должен это сделать чтобы люди возвратились бы и жили на этих территориях и насколько бы это не создавало бы препятствие но это уже эта цель ради которой в принципе меня освобождали да здесь вот я тоже в подтверждение словах от хочу сказать что ну вот например та дорога о которой я рассказывал да вагдам который просто потрясающе построили на самом деле вот есть слева и справа от дороги причем там не только дорогу там еще и железное железнодорожное полотно рядом прошло и все равно вот те треугольные таблички которые я увидел тогда еще да там осторожно мины они остаются то есть это вот что вы понимали там от этой дороги до поселений которые сейчас строятся прям целые деревни огромное поселение там по 1 там 50-60 домов в одной там где-то 100 в другом месте оттуда ну буквально несколько километров то есть два-три километра иногда от тех минных полей которые понятно что они для того чтобы люди спокойно жили ну во-первых понятно что они на первом этапе будут отделены туда просто нельзя будет пройти да там везде проволока сделано короче в общем попасть туда надо там если вдруг кому-то зачем-то захотелось именно на попенькному полю погулять надо еще какие-то преодолеть препятствия вот но понятно что вот эти потом поля будут приоритетными для потому что они находятся рядом с поселением собственно рядом с города магдамом они находятся вот поэтому все это очень действительно по плану должно делаться и должно делаться надолго и тщательно но это к сожалению туда действительно как сказал наш гость это реальность спасибо большое за интересную беседу пожелаем азербайджану удачи в его непростом деле возвращения жизни в на освобожденные территории напоминаю что с вами были гея саралидзе марина лагутина и сегодня в нас гостях был директор центра исследований южного кавказа фархад мамедов до свидания